ровно год назад я был в алеппо в сирии встречал новый год там а сейчас оказался здесь газиантепи до алеппо здесь примерно 150 километров и климат примерно такой же то есть холодный газиантеп это еще не курдистан но частично его можно отнести к этому региону потому что где-то ну возможно на половину 50-50 он состоит из курдского населения а еще говорят что сюда эмигрировало много сирийских беженцев с территории сирии курдистан это самая больная тема в истории турецкого государства само название курдистан здесь турции неприемлемо и произнося его я могу оскорбить многих турков а меня могут обвинить в поддержке курдского сепаратизма на самом деле курдистан это всего лишь земля курдов та территория где проживает этот народ турецкие власти не признают курдов как отдельный народ и называют их горными турками курдский язык не приветствуется и многие курды даже боятся говорить на нем в общественных местах я заинтересовался этим конфликтом и приехал сюда на восток турции чтобы оценить ситуацию своим взглядом и вынести свой вердикт по этому щепетильному вопросу чаю турков очень хороший наверное один из самых лучших которых я пробовал где либо новое пасмурное утро в газе антепе сейчас я направляю сторону автобусного терминала чтобы сесть на автобус город шанлурфа автостопом я не поеду как вчера потому что пасмурно дождь не хочу мокнуть а здесь знаменитая турецкая баня хамам напротив крепости газе антепа на обед здесь турции предпочитают вот такой суп называется черба это чечевичная похлебка по сути салатик и лепешка вчера я прибыл в город шанлурфа город со сложно выговариваемым словом это уже является частью непосредственно курдистана но еще здесь большой процент тюркоязычного населения проживает но тем не менее это уже курдистан и много курдов здесь и сейчас я иду на встречу с одним представителем этого этноса и так вот встретился наконец с айдином один один наймайдин айдин 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 аймайдин традиционно такая курдская забегаловка просто сам тебе вот накладываешь как хочешь тут же лук берешь режешь вот такие столики здесь такие табуреточки садишься сам себе все нарезаешь ешь как хочешь самообслуживание такое своего рода а забиваются это все дело айраном и самое то интересно что я печенку не люблю блин ну не люблю я с детства короче здесь все с печенью только я понимаю что для них это хорошо и для вас возможно вы любите но я не люблю короче такая сурово пацанская забегаловка просто сюда люди приходят мужики просто похавать чтобы никто ни за что не запаривать просто раз берут руками и насытились и так с чего все началось курды это ираноязычный народ который проживает на территории четырех независимых государств ирана ирака сирии и турции именно в турции курдов проживает больше всего около 20 миллионов общее число курдов по всему миру доходит 50 миллионов человек для сравнения в россии проживает 145 а в германии 80 но самое интересное что несмотря на такую численность населения курды никогда не имели своего независимого государства тем они интересны нам и потому их так люто ненавидят власти некоторых государств потому что различные курдские нациалистические организации склонны к сепаратизму и предпринимали уже множество попыток создания различного рода автономий например как знаменитая рабочая партия курдистана запрещенная во многих странах мира хорошо гулять по городу когда нет практически совсем туристов здесь на горе находится старая крепость шарлон-фа а под горой находится пещера авраама там где он родился погода конечно не очень в пасмурную погоду меня всегда тянет сон и сейчас тоже гулять практически не хочется хочется куда-нибудь лечь и уснуть только что зашел пообедать съел тарелку супа в кафе и там человек местный который ну меня обслуживал представился что ну сказал что он курд мы поговорили немного я хотел у него взять интервью он отказался сказал что ну я боюсь что наше правительство оно будет плохо относиться к этому что я буду там про курдов что-то говорить потом мы разговорились он сказал что он я так не понял но то ли он симпатизирует то ли является членом рабочей партии курдистана сказал что он не мусульманин и что он социалист самое интересное это когда курды будут рассказывать что-то вот связанная с политикой с эрдоганом с его движимом они крайне негативно относятся к этому всему из-за притеснений различных и вообще геноцида собственно как такового было бы интересно кого-то это взять интервью но мне кажется вряд ли кто-то решится потому что все боятся и в турции здесь это вторая страна после китая по количеству посаженных за решетку журналистов свобода слова здесь отсутствует самая интересная то что курды не то чтобы бояться там какие-то политические лозунги задвигать они боятся даже говорить на курдском языке вроде как здесь даже запрещено говорить на курдском все должны говорить на турецком либо на арабском если ты знаешь хорошо один врач косметолог занимается различными кожными дефектами у него я жил всего один день и вообще хотел взять интервью но английским он владеет даже хуже чем я потому ничего так и не сказал мне на камеру что-то там пытался говорить на курдском но лишь про свою клинику и не более впрочем забегая вперед скажу что никто так из местных ничего мне не сказал все они боятся и опасаются репрессий от турецких властей this is your office one of the одной из главных достопримечательностей в округе является древнее поселение губекли т.п. сюда я приехал сейчас и хочу пройти здесь находятся кассы отказ еще полтора километра что самого комплекса ходит шаттл бас билет стоит 36 лир то есть 360 доллар по и рублей примерно я конечно хотел пройти бесплатно как старые добрые времена но в этот раз решил купить билетик и посетить это место как без и человек вся округа напоминает горную тундру блин здесь еще туман и видимость плохая вообще эта гора и местность похоже на ну но как на обычный горную тундру весь комплекс посмотрели который открыт еще закрыты есть но там не пускают весь комплекс достаточно небольшой его по по окружности можно пройти достаточно быстро и все интересное находится в центре вот этот храмовый комплекс собственно губекли т.п. и все здесь такой холм гора было бы классно конечно здесь с палаткой встать заночевать но нельзя территория охраняется юнеско кстати сразу скажу для особо сообразительных билет работает только один раз то есть ты его чекнул по штрих-коду и все второй раз уже он не пропустит тебя я только что проверил так что не не просите даже ни у кого билеты и не подбирайте придется покупать либо перелазить вот я и прибыл в бирбакир это столица турецкого курдистана курды называют его ахмет и не любят когда говорят бирбакир когда я ехал в автобусе том со мной пытались говорить на английском я пытался говорить какие-то турецкие слова не говорили не нет и что не говори с нами по турецки говори по-английски я иду по обычному спальному району диарбакира в принципе ничем не отличается допустим того же екатеринбурга или москвы или какого-то другого большого крупного города российского точно такие же новостройки многоэтажные здания жилые квартиры живут местные здесь какие-то новые площадки детская площадка для скейтеров то есть обычный такой спальный микрорайон как какой-нибудь там подмосковный риотов или химки что вы можете объяснить что это хорошо начали? да, это уже так что это валюты как вы знаете это валюты, это инжир инжир, мы их называем как хежир в курдисе хежир у нас есть, да, это стопы, да, сейчас это салюта для нашего политики мы называем их бастык 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 в курдии а это традиционный курдис? это очень традиционный это очень традиционный фуус для куриных. Мы ем это, особенно в вентер, это будет полная энергия. И есть способ для емить это. Используйтесь, пожалуйста, в вентер, когда мы есть гаст, мы, скажем, Это для наших гостей. Это как из-за бумаги. Я не знаю, если я сказал это или нет. Это из-за грибов. Из-за грибов? Да, из-за грибов. И я могу вам сказать... Это не блюдо? Нет, это из-за грибов. Не лаваш. Нет, это не лаваш, конечно. Да, конечно. В начале, вы получите кусок урната, и вы повесите его с бастих, и вы это ем. Традиционный курдский рецепт. Получается такая своеобразная шаурма, но только вместо... Шаурма, не шаурма. Дурум. Да, дурум. Такой своеобразный дурум, шаурма, но только вместо мяса здесь грецкий орех. Турция целиком и полностью уже настроилась на вступление в Евросоюз, и уже даже штампы свои стала ставить, как у европейских стран. Однако, курдский вопрос, словно камушек в ботинке турецкого правительства, мешает ему с евроинтеграцией. На самом деле, ситуация очень серьезная. Конфликт турков и курдов практически схож с конфликтом Израиля и Палестины. На протяжении многих десятилетий в той или иной степени велась война между турецкими властями и различными курдскими организациями. Легендарная рабочая партия Курдистана, лидер которой, Абдулла Аджалан, сейчас сидит на пожизненном заключении. РПК является леворадикальной организацией, исповедующей идеи марксизма. В Турции же с марксизмом и коммунизмом все очень сложно. Они практически под запретом. А всем, сочувствующим курдскому вопросу, может грозить реальный тюремный срок. Для одних Турция это комфортабельный курорт и место для отдыха, а для других тюрьма и погибель. Кинься. Кинься. Кинься вах. Белят дон. Абурдандон. Директ. 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 Кинься. Хорошо. Хорошо. Хорошо, я. У меня говоришь по-русски чуть-чуть говоришь, чуть-чуть понимаешь. Работали в Анталии, наверное? Нет. Работали в Мармарисе. Мармарисе? Не знаю. Не знаю. Не знаю? Мармарисе. В Анталии, в Каме. Нет. Нет. Ты понимаешь по-английски? Да, да, да. В Муғлахе. Что ты можешь сказать о ситуации в Курдистане сейчас? Извините? В Курдистане сейчас? Да, да. В Турции. В Турции. Да. В Турции? Да. Здесь Диарбакиры пытался выйти с кем-то на контакт, поговорить, пообщаться, чтобы они сказали что-то про ситуацию в Курдистане. Никто не хочет говорить. Когда видят камеру, начинают говорить, нет, я не Курд, я Турк. Я говорю по-турецки. И Курдистан не здесь, а в Ираке. Короче, начинают отмазываться. Все боятся, потому что здесь везде подсюду, как и вообще по Турции, развешаны флаги турецкие. И портреты Эрдогана висят, показывая, что это территория Эрдогана. Из достопримечательностей в Диарбакире здесь есть вот этот замечательный замок, который по левую руку от меня. Ну, мне он не особо интересен, я походил, посмотрел. В принципе, показалось скучно, если вы желаете, то можете сюда приехать сами. Местные жители Курды рассказали мне, что когда турки давали им фамилии, ну, то есть сперва Курды жили просто обычными племенами и не было у них никаких фамилий, вместо фамилий просто использовали отчество, имя отца, дедушки. А потом турки дали фамилию, чтобы выдавать паспорта и все такое прочее. И фамилии были у них, если в переводе на русский, то они звучали так, что-то типа Ахмед Турак. Или там Ахмед Настоящий Турак, или Истинный Турак, Реальный Турак, то есть Тюрк было окончание. Или вообще от балды какие-то случайные слова, там, я не знаю, там, дерево, там, скамейка, там, Махмуд, там, камень, там, или еще что-то такое прочее. Короче, курды недовольны своими фамилиями и в своем обиходе, когда между собой где-то как-то общаются, они просто говорят отчество. Там, допустим, Мустафа, какой-нибудь там Ибрагим, там, я не знаю, там, ну вот, все такое прочее. И фамилии они предпочитают не использовать только где-то в официальных каких-то учреждениях, где показывают документы и так далее. Что же касается курдского языка, если мое поколение, ну, те, кому 30 и за 30, 40, то есть 50, вот эти взрослые поколения, они курдский язык знают хорошо, на нем разговаривают между собой. То молодежь, которым лет по 20-18, они уже многие курдский язык даже не изучают, не учат и он им не нужен. Все говорят на турецком. И поэтому есть большая вероятность, что в будущем курдский язык будет вымирать и все курды будут уже ассимилироваться и будут называть себя турками. И сейчас некоторые курды говорят, что нет, я не курд, я турок. Вообще ситуация здесь в Курдистане, конечно же, непростая. Сейчас еще более-менее, но несколько лет назад здесь, я не знаю насчет Дярбакыра, но по каким-то другим городам прям проходили танки. И это стреляли, уничтожали жилые кварталы, районы. Я иду в Мардин, Нусайбин. Нусайбин? Да, да, да. Курдистан. Ага, Курдистан. Ага. Да. Ага. 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 Иоааа. Вот очень редкость. Смотрим. Иоанна. Вся дленте. Навин금 дал меньше. Вся бери 3». Всядновали ага. Всядновали уже суд, да. Вемся спередиат skipped pandemia. Я хочу, чтобы все люди вокруг этого мира живут хорошо, без войны, без борьбы, без борьбы, без ничего. Это очень важно, что я хочу. Все люди живут в порядке, в республике и в понимании друг друга, в порядке спокойно. Как вы знаете, многие вещи происходят в этой области, как в Сирии, в Ираке, и здесь также в Турке, многие вещи происходят. Мы не хотим, мы не хотим, что плохие вещи происходят для людей. С Мусо я познакомился случайно, встретил его на дороге, я стопил машину и он меня подвез до своей деревни. Мы немного поговорили и вот он вам рассказал, дал вам интервью. Муса имам работает в здешней мечети, все мечети государственные и ему платят зарплату, соответственно, государство, религия. Здесь ислам является государственной религией и государство контролирует все мечети, чтобы там не разводились различные террористические организации. Мы много с ним говорили, обсуждали ситуацию. На камеру он, соответственно, не может ничего рассказать, потому что боится, еще учитывая то, что работает на государство. Поэтому еще даже меньше может рассказать того, что как бы какой-нибудь простой гражданин может рассказать. Поэтому какую-то конкретику политическую здесь с местных жителей вряд ли можно вытянуть. Они могут только рассказать мне и я уже своими словами могу передать вам всю эту информацию. Вообще ситуация сложная здесь в Курдистане. Местные жители курды боятся, боятся всего, просто живут и хотят, чтобы к ним не лезли. Везде блокпосты стоят, армия турецкая. Здесь недалеко Сирия, территория Рожава, где тоже ведутся военные действия. Турецкие войска там бомбят и убивают, короче, мирных жителей. И здесь тоже точно то же самое было здесь, как говорят местные. Тоже убивали мирных жителей и бомбили, и, короче, все такое прочее было здесь. Ну, не в таких объемах, конечно, как в Сирии, но, тем не менее, это все здесь было. Остановился трактор, впервые застопил трактор. Я из России. Ваши, сейчас идут на Мардин. Впервые остановился трактор, еще ни разу не стопил и не ездил на тракторе автостопом. Считаю. Туркиш-нор. Туркиш-нор. Арабий. 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 Меня зовут Олег. И ты? Алим. 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 Настя, что вас познакомиться. Арабий. 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 Попили немножко чайку и сейчас поедем дальше в Мардин. Это местные дорожники. Так, если посмотреть, оглядеться, у них достаточно такие неплохие сооружения. Здесь новые, все чистенько, приятненько, приятно посмотреть. Сейчас мы находимся на окраине Мардина. Здесь, как видите, пасут овец. А если глянуть налево, то здесь уже новостройки. Жилой район. Ребят, сколько тут людей сбежалось за меня посмотреть. Здесь, на территории турецкого Курдистана, я ночую преимущественно по каучсерфингу, то есть у местных жителей. Сегодня в Мардине ночевал. А сейчас направляюсь в город Нусайбин. Это город, расположенный прямо на границе с Сирией, с территории Рожава. Многие местные жители считают, что в Турции действует настоящая диктатура. Во многих курдских городах можно увидеть портреты президента Турции, а также улицы, названные в его честь. За какие-либо оскорбления может последовать тюремный срок. Уже были посажены множество различных журналистов, артистов, музыкантов. За неосторожные высказывания, шутки, карикатуры. Но не это главное, а то, что в 2015 году турецкие власти, под предлогом борьбы с террористами, развернули настоящую войну против курдов. В результате убили множество мирных жителей. Против войны выступали различные известные люди, турецкая интеллигенция. Даже подписывали всякие петиции. В результате многие из них получили тюремные сроки. Люди Курдистана боятся и опасаются за свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С моим новым другом, который подобрал меня на трассе, приехали в город Дара и сейчас хотим посмотреть здесь местную достопримечательность. Это пещерный город, такой же как в Каппадокии. Мой новый друг так сильно хотел мне показать эти места, но по-английски здесь никто не говорит, а я не знаю турецкого и курманжи, но это же не значит, что мне не нужно рассказывать по-турецки, вдруг я все же что-нибудь пойму. Он попросил местного гида провести мне экскурсию, хотя парень тоже знал, что я ни бельмеса не понимаю, но все равно усердно рассказывал. Иса, Иса, Мэриэн, посмотрели местную достопримечательность и сейчас с моим новым другом поедем в Нусайбин. Мой друг мне сказал, что здесь на территории города Дара новые все здания, новостройки делают из старых зданий, то есть разбирают старый город, просто вот видите, вот эти камни все, вот они вот, вот эти все камни, их просто берут, разбирают из старого города и строят новые дома себе. Старое здание сохранилось еще с тех времен, все такое романтическое. А здесь, наверное, около трех-четырех этажей вниз туда провал такой и колонны вот эти стоят. Очень интересно, на самом деле достаточно клево здесь. Да, достаточно такое прикольное здесь сооружение, я точно не знаю, что это такое, нужно смотреть в гугле. Ну, высота примерно этажа 3-4 здесь, над нами такие колонны, здания, эхо тут присутствует, подсветка, то есть все сделано, оккультурено. И вход во все эти места бесплатный, то есть мы ничего не платили. КОНЕЦ Оказалось, короче, что вот это вот помещение, где мы были, это цистерна, бак для воды емкостью 2000 кубометров, как видите. Вода сюда помещалась, заполнялась, и здесь хранилась вода, нифига себе, я даже бы и не поверил, что вот это вот прекрасное место для воды предназначалось. Смотрите, как держится, короче, вот этот свод, получается, вот буквально на этом небольшом уступе держится, и вот эти все камни, как пробки, затыкаются и висят, по сути, как бы, друг на друге. Получается, что в это замечательное место я попал случайно, потому что ехал автостопом. Если бы поехал на автобусе, я бы даже сюда не заскочил, а сразу напрямик поехал бы в Нусаабин. Вот человек замечательный меня привез сюда и показал, посмотрел, а я, соответственно, показал вам. Сирийский Курдистан Умереть от руки женщины является большим позором, и вроде как он теряет возможность попасть в рай, потому женские батальоны – это такой лютый троллинг всего этого исламистского бреда. Здесь, в городе Нусаабин, начинается граница Сирии. Собственно, мы пока ехали, с вами ее уже видели, она вот буквально по левую руку. Тут, не знаю, километр, может, и уже Сирия будет город Камышлия. А этот регион называется Месопотамия, то есть Междуречия, Тигра и Ефрата – старый древний регион, колыбель цивилизации. Мой новый друг, с которым мы познакомились в Мордине, привел меня к себе домой, но почему-то ночевать я у него здесь не могу. Он сказал, ну, видать, стесняется, вроде как турист, не знаю. Короче, я заселился в отель, заплатил 60 лир, а сюда мы пришли просто поужинать, попить чаю, поговорить, пообщаться. Сейчас будем ужинать, здесь оливки. Здесь, what is it? Суп. Чорба. Чорба, бред, яйца и йогурт. И чай, конечно же. Ужинаю здесь, в этом доме, я особо отметил вкус местного домашнего сыра. Вот, ребята, я вам хочу показать вот этот новый район. Как видите, здесь все построено новое, новые здания, типовые, все под копирку, новый асфальт. Поребрики вот эти все. А если сюда отойти, то видны вот эти груды мусора различного. Различный мусор, блоки бетонные. И вот здесь, видите, все вот такое творится. Это все было не просто так, потому что здесь шли боевые действия. Весь этот район напоминал сирийский Алеппо или Хомс. Все было разрушено, перевернуто. Убилась война против местного курдского населения турецкими властями. А потом, когда турецкие власти победили, сюда быстренько приволокли бульдозеры. Все под бульдозеры сравняли. И построили новое здание за считанные минуты, грубо говоря. И вот здесь, видите, новый район здесь. Вот, как видите, первые этажи еще пустые. То есть дом только-только построен, сдан. Еще, возможно, даже не сдан. И люди только начинают заселять этот квартал жилой. Потому что все прежние здания были разрушены. Здесь ходили танки, стреляли гаубицы. И, короче, фарш был такой же, как в Сирии. Хотя по новостям никто ничего не говорил. Вот, видите, это новый район, который только что отстроили. Вот, видите, здесь еще мусор остался старый. От старого здания. Здесь вот тоже, вот видите, даже фундамент еще остался. И кругом строительный мусор валяется. Вот здесь вот. Это все здесь были здания жилые. Не мне, конечно, их всех судить. Но, по-моему, налицо факт явного геноцида. И ладно бы, речь здесь шла только о турецких территориях. Но речь идет и о территории Сирии и Ирака, на которых турецкие военные тоже совершают планомерные и безжалостные убийства местного населения. Под предлогом борьбы с партизанами рабочей партии Курдистана, турецкие военные уничтожают всех подряд. Направо и налево. Это неоспоримый факт, и все же я должен осудить его. И ладно бы гибли военные, они за это деньги получают. Но страдают мирные, гражданские. Очень жаль, что в современном мире возможны все эти беззакония и бесчинства. Будем надеяться, что скоро все это кончится, и ситуация изменится в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok